Всем привет! Это агентство хороших новостей. Казалось бы, трендами в социальных сетях уже никого не удивишь, но недавно они пополнились яркими и неожиданными персонажами. Подробнее расскажем в нашем первом сюжете. Когда в 2003 году вышла живая цветная версия песни Don't Let Me Down группы Beatles, снятая на крыше в 70-х, это было чем-то очень современным. Но недавно менеджмент Beatles пошел дальше и завел им TikTok. Правда, танцев по канонам соцсети мы у них в профиле не увидим, зато есть закулисные кадры, причем эксклюзивные. Впрочем, на аккаунт пока подписалось лишь 200 тысяч человек. А это, знакомьтесь, дом пожилых тиктокеров под названием Retirement House. И подражать трендам поколения Z они не стесняются. TikTok пенсионеров набрал первый миллион подписчиков всего за пару недель. Его герои дурачатся на камеру, просят помощи с выбором наряда на свидание и вообще живут полноценной жизнью в свои немножечко за 70. И до создания тиктока снизошел даже десятикратный номинант на Оскар, композитор Ханс Циммер. И заодно организовал челлендж по мотивам недавнего фильма «Дюна». Ставьте хэштег, и мы запишем с вами дуэт. Оторвемся по полной. Ну а нашу страну тем временем постепенно заполоняют роботы. Рестораны в Москве, Санкт-Петербурге и Перми выставят их для проверки QR-кодов у посетителей. Вот как это может выглядеть. Документ подтвержден. Приятная музыка. А вот в мировом шоу-бизнесе наоборот наблюдается стремление к естественности и природе, как, например, в случае с группой Coldplay. Своим десятиминутным выступлением с песней «Колоратура» британцы Coldplay сопроводили премьеру нового альбома Music of the Sphere. Для него Coldplay записали песню «My Universe» с кей-поп-группой BTS, собрав 75 миллионов просмотров всего за две недели. А недавно группа устроила световое шоу на Empire State Building в Нью-Йорке и анонсировала экологически безопасный тур. Музыканты пообещали использовать солнечные батареи, а также оборудовать танцполы, вырабатывающие электричество от прыжков фэнов. Теперь уже всему миру ясно, что таких гастролей, как прежде, уже не будет. При этом логистика тура будет полностью исключать аэротранспорт. В общем, мир меняется, но пусть любовь к музыке останется неизменной. И на этом всё. До встречи на телеканале Britsch TV. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok